Тему, которую мы сегодня выбрали, мы выбирали вместе с нашими слушателями, потому что мы в предыдущих программах обращались к вам и спрашивали, о чём бы вы хотели поговорить. И один из вариантов, который пришёл к нам, звучит следующим образом. Кризис среднего возраста. Сейчас подробно будем разбирать, что это такое, чем он отличается у мужчин, у женщин. Давайте с этого и начнём. Есть свои особенности кризиса среднего возраста и во сколько его стоит ждать? Да, безусловно. Есть разница в том, как мы переживаем свой средний возраст. Мужчины переживают по-своему, женщины по-своему. Но я бы хотел всё-таки начать не с разницы, чем мы отличаемся в своих переживаниях, а немножечко всё-таки обратиться к теории и поговорить, что же это за явление кризис среднего возраста. Объясните нам. Причины, откуда он берётся, что мы чувствуем, когда у нас наступает этот период. Вот про это. И если говорить про определение кризиса среднего возраста, то здесь можно говорить про долговременное эмоциональное состояние. Иногда это может быть даже депрессия. И оно связано с переоценкой прошлого опыта. То есть в какой-то определённый момент человек встаёт утром и начинает задавать себе вопросы. Так ли я жил, тем ли я занимался, те ли люди в моём окружении, которые для меня важны, комфортно ли мне в той жизни, в которой я живу. И как будто происходит ревизия своей собственной жизни. Человек задумывается над тем, что уже прошло, и задумывается над тем, как жить дальше. И вот это кризис. Я хочу, чтобы мы с вами как-то очень чётко понимали, что кризис – это нехорошо и неплохо. Мы переживаем много кризисов. Вся наша жизнь, если шуточно говорить, вся наша жизнь – это сплошной кризис. Первый кризис. Ну, я думаю, что рождение – это уже кризис. И, знаете, есть закон системы, который гласит так, что любая система стремится к стабильности. И ребёнок рождается, это уже для него новое качество, новое состояние. Теперь он должен сам дышать, сам получать еду, добывать себе еду путём высасывания молока. И это кризис, он должен перестроиться. Потом первый годик – это кризис, пошёл в детский садик – это кризис, пошёл в школу – кризис, пубертат, половое созревание – ещё какой кризис и так далее. То есть вся наша жизнь – это сплошной кризис. И если ещё мы говорим про кризисы, которые обязательно происходят в семейной системе, то накладки, 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 и в сумме мы очень непросто переживаем всю свою жизнь. Но сегодня мы поговорим про вот этот кризис среднего возраста. Геннадий, я прошу прощения, а можем ли мы очертить временные рамки? Рамки в каком возрасте приходит этот кризис? Если мы говорим про человека, который ввёл это понятие в психологию, это канадский исследователь Эллиот Жаком, он ввёл термин «кризис среднего возраста». И он его обозначал периодом 40-60 лет. Ну, некоторые классификации говорят 30-60 лет. То есть нельзя сказать, что это один какой-то вот, ну, вот возраст там 40, например. Это может быть 30, может быть 35, может быть 40. Я думаю, что у каждого, ну, по-разному этот период наступает переоценки, переосмысление. И это период, когда мы переосмысливаем прошлое и утрачиваем интерес к происходящему в теперешнем времени, и как будто мир теряет краски. И вот тут надо с этим как-то разбираться. И известный всем психоаналитик Карл Юнг, он даже в своём докладе «Жизненный рубеж» предлагал сделать специальные школы для 40-летних, где бы специалисты обучали людей жить по-новому. Помогались адаптироваться к новым условиям жизни? Да, да, да. Совершенно верно. К новому состоянию. Условия этой жизни сохранились, условия жизни не изменились, Лена. Всё осталось по-прежнему. Но человек переживает себя по-другому. Человек может переживать растерянность, не знать, как двигаться дальше, переосмыслять, правильно ли жил в прошлом. Это некий итог прожитых предыдущих лет? Да, подведение итогов. Вот иногда мы можем оглянуться назад и подумать, а здорово, ну, вот как-то жилось, и сейчас здорово живётся. А если я оборачиваюсь назад и понимаю, что есть какие-то ошибки, и сейчас ещё хуже, то иногда очень усложняет жизнь идея про то, что ведь я же мог избежать ошибок. Часто мы же делаем ошибки, но очень важно научиться принимать свои ошибки, принимать свои ошибки и понимать, что если бы я мог сделать по-другому лучше, я бы сделал лучше. Но каждую секунду мы делаем максимум из того, что можем сделать. Если я сделал ошибку в прошлом, значит, тогда у меня не было знаний тех, которые у меня есть сейчас. У меня не было того ресурса, у меня не было того осознавания, той степени чувствительности. И я сделал ошибку. И очень важно принять себя и двигаться дальше. И вот давайте поговорим всё-таки, какие же признаки, по каким признакам можно определить, что человек переживает кризис среднего возраста. Вот один из признаков, это когда мы уж очень сконцентрированы на прошлом, ну, становимся такими, начинаем смотреть в прошлое, начинаем вспоминать, как было, вспоминать свои спортивные победы. Вот раньше я-то был какой я был сильный, вот я же был тогда чемпионом, а сейчас уже, скорее всего, не получается так, как было. И это, ну, такой вот очень яркий маркер того, что с нами может происходить кризис. Когда нас тянет что-то поменять, когда мужчины, например, могут переживать определённое беспокойство по поводу своей потенции, своей сексуальности. Ведь наш кризис, он же не просто так, он же с изменением внешности. У нас появляются морщинки, седые волосы, мы можем переживать себя, ну, не очень такими молодыми. Нам же хочется там оставаться очень молодыми, как мы были. Фактически появляются претензии к себе, которых ты раньше не замечал, или тебе казалось, что всё хорошо до определённого момента, а потом вдруг, как вы сказали, рано утром посмотрел в зеркало и понял, что-то не так. Не так красив, не так выгляжу, возможно, не совсем идеальная семья, не тот социальный статус на работе. И ты начинаешь искать в себе эти не то, не то, не то, и они накапливаются, и тут человек совершенно меняется. И появляется идея, что сейчас надо что-то быстро поменять. Ну, как будто увидел, что прошлое недостаточно прекрасно, и остаётся не так много времени, чтобы что-то изменить. И человек может делать очень кардинальные, противоречивые, ну, вот то, что делал до этого, может быть разворот на 180 градусов. И страхов же много, меня могут подсидеть, часто переживают, что, ну, клиенты часто говорят, вот мне там 40, а приходят молодые, они более талантливые, они более шустрые, они более многозадачные, они более агрессивные. А если вдруг я потеряю работу, то кому я в свои 40 нужен, и найти работу в 40 не так просто. И этот кризис достаточно сильно связан с внешностью, достаточно сильно связан с профессией, и достаточно сильно связан с семейными отношениями. Геннадий, но если мужчина успешен, у него всё сложилось на работе, он имеет состояние, у него есть семья, есть дом, неужели есть причины для разочарования в себе и для начала кризиса средних лет? Такое тоже может быть. А тем ли я занимаюсь? Ну, ту ли работу я делаю? Да, она приносит хорошую финансовую стабильность, хорошее материальное положение, и вроде бы всё хорошо. А мне же хотелось играть в театре с детства. Часто бывает так, что наши родители влияют на выбор нашей профессии. И я часто сталкиваюсь в своей терапевтической практике с ситуациями, когда ребёнок идёт в тот или иной университет, потому что так хотят родители. На самом деле он может хотеть совершенно другого, но не желая расстраивать родителей, либо не имея достаточного ресурса для того, чтобы конфликтовать и противостоять родительским авторитарным фигурам, ребёнок идёт в университет. Потому что папа был каким-то, не знаю, юристом был папа, и ребёнок должен быть юристом. А ребёнок не хочет быть юристом. Но сопротивляться нет возможности. И тогда ребёнок идёт на юрфак и учится, но всю жизнь мечтает совершенно о другом. И когда достигает определённого возраста, появляется ресурс сопротивляться и появляется возможность изменить профессию. И тут очень много переживаний, потому что быть начинающим в 25 лет и быть начинающим специалистом в 35 или в 40 лет – это очень разные возраста. Обычно же в 40 лет есть опыт, есть знания, есть какая-то уверенность в себе, есть определённая самооценка, есть круг знакомых, есть связи. И как будто всё очень стабильно и предсказуемо. И тут вдруг молодой человек, ну как молодой, 35-40-летний, казалось бы, уже достаточно взрослый, зрелый человек должен стать начинающим молодым специалистом. И это, конечно, очень непросто. Геннадий, мне кажется, что иногда ситуация может развиваться совершенно иначе. Возможно, я не права, вы меня поправите. Понимаете, мужчина, наоборот, слишком уверен в себе, он полон сил, энергии, и вдруг ему хочется вот что-то изменить. Он просыпается утром, как вы говорите, и всё его не устраивает. И он, наоборот, решил поменять работу и семейные отношения. Ведь очень часто бывает, что мужчины в таком возрасте уходят из семьи. Причиной тому может быть кризис средних лет? Конечно, обязательно. Ну, я думаю, что это напрямую связаны феномены и переживания не всегда просты. Ну, не зря же Юнг хотел прям школы открыть для 40-летних, для людей, которые находятся в этом непростом возрасте. Причём и мужчины, и женщины переживают этот возраст. По-своему мы про это поговорим. Вот, но давайте немножко же вернёмся вот к маркерам. Что ещё говорит нам о том, что у мужчины сейчас кризис средних лет? Страх старости. Ну, как будто в 20 и в 25 старость ещё очень далеко. Ну, как будто это ещё где-то... Дальняя перспектива. Это где-то совершенно в другом измерении. Но когда появляются внешние изменения, исчезает былая лёгкость, уже человек не может так быстро передвигаться, иногда начинает что-то забывать, появляются какие-то сложности с телом связанные, либо с внешностью. Вот тут как будто неожиданно подкралась старость. И вот этот страх, он очень может пугать, что ли, пугать, буквально пугать. Вот всё, уже старость, надо быстро что-то делать. Я не знаю, сколько мне осталось. И тогда человек иногда может начинать делать очень порой неадекватные вещи, вести себя очень разнузданно, пускаться во все тяжкие. Ведь надо успеть, скоро собираюсь помирать уже. А может, наоборот, пойти в зал, заняться физической подготовкой, сходить к косметологу, привести себя в порядок. Конечно, и это здорово, но это после того, как мы встречаемся с кризисом среднего возраста. Вот то, что вы, Лена, описываете, мы чуть попозже про это поговорим, это как способ справляться с этим кризисом. Но на самом деле, если мне 20, что мне ходить к косметологу, как правило, это не про 20-летних. Молодость сама по себе красива. К косметологам мы начинаем ходить, когда у нас появляется в этом потребность какая-то. И только увидев себя повзрослевшим, мягко так скажем, я побегу к косметологу или побегу в спортзал и буду что-то делать. Прежде чем готовиться к программе, я нашла для себя такое неплохое обозначение мужского кризиса. Позвольте, я его зацитирую, а вы прокомментируете. Мужской кризис – это землетрясение в 10 баллов. Человек идет в разнос. Все идет в разнос. Жажда свободы зашкаливает. Не спасает ни работа, ни привычные увлечения. Все обесценивается. Важен только последний вагон уходящего поезда. Главное – в него успеть на ходу. Действительно ли это так? Да, я думаю, что осознавание того, что жизнь конечна, и вот как будто то, что мы уже говорили, как будто, знаете, чем меньше человек, так устроена наша психика, тем сложнее у него представление и формирование дальней перспективы. Говорить ребенку в третьем классе про ты хорошо учись и работай, у тебя будет хорошая пенсия – это бессмысленно. Для него, не знаю, 15-летние – это уже совсем взрослые, а для 15-летнего – 25-летние – это уже какие-то глубокие старички такие. Ну, то есть очень относительное наше представление про наш возраст. И чем человек моложе, тем сложнее ему там про дальнюю какую-то перспективу думать. Ну, вот в 20 лет это кажется еще очень далеко, вся жизнь впереди. Но когда 40 лет, то ну вот прям запах уже, я чувствую, что вот уже, ну хочется, конечно, подольше пожить, но вот уже 40, и неизвестно сколько, и начинают потихоньку уходить сверстники. Ну, все чаще мы ходим на похороны к нашим друзьям, к близким, и мы понимаем, там могут уходить наши родители, и мы можем понимать, что вот мы уже в первой линии стоим, когда впереди мама, папа, как будто я еще могу чувствовать себя переживать ребенком, но когда родители ушли, я понимаю, что я первый на очереди по логике. Понятно, что бывает так, что иногда дети рано уходят, и это трагедия большущая, но если идти за логикой, то я стою первый в очереди туда. Да, и тогда я, конечно, могу переживать, что времени не так много, надо срочно что-то делать, надо брать от жизни все, и каждый по-своему переживает этот период. Но есть же мужчины, которых проносят, это участь, они не испытывают кризис средних лет или нет, или все проходят через это? Да, конечно. Кризис, я бы хотел, чтобы наши уважаемые слушатели точно понимали, что мы говорим не о всех 100%. Кто-то переживает кризисы в таком лайт-варианте, более легком варианте, кого-то штормит, как говорится, не по-детски. То же самое, как и подростковый возраст. Подростковый кризис тоже возраст, когда некоторые подростки вполне справляются, и родители вполне справляются с непростыми ситуациями. Но мы же часто знаем случаи, когда с подростками очень сложно, и подростки иногда переживают свой возраст непросто. И я бы не хотел, чтобы мы с вами относились к тем или иным психическим явлениям и психологическим кризисам, что у всех должно быть одинаково. Мы слишком разные, мы имеем разный опыт, у нас разные личностные характеристики, соответственно, мы переживаем разные состояния по-разному. Кто-то даже не знает, что такое кризис среднего возраста. По утверждениям тому есть слова Александра, который написал нам на Вайбер «Добрый вечер, моя жизнь наполнена любовью к женщине, и это взаимно». Какой кризис? У него все хорошо, и я думаю, что он прав. Абсолютно. Я хочу пожелать Александру, я не знаю, сколько ему лет, но я хочу пожелать Александру, чтобы это состояние оставалось с ним навсегда. Геннадий, мы затронули темы и причины, которые обозначают кризис среднего возраста у мужчин. Давайте теперь остановимся на женщинах. Они совпадают, эти симптомы и причины кризиса средних лет или нет? Какие-то совпадают, какие-то могут отличаться. Но вот если мы говорим про здоровье, то мы и мужчины, и женщины переживаем сложности с принятием своего, условно говоря, нового здоровья. Мы можем одинаково сложно переживать смену ролей. Что имеется в виду смена ролей? Ну, например, новый статус. Когда я был молодым человеком, и вдруг я становлюсь папой. Это новый мой статус, новая социальная роль и новое мое поведение. И через какое-то время я становлюсь дедушкой. И само слово дедушка может вызывать у меня разные переживания. С одной стороны, я переживаю счастье, что у меня есть что-то, ну, какой-то маленький человечек, который делает меня счастливым. С другой стороны, я понимаю, что я уже дедушка, а у нас же в нашей культуре как? Дедушка — это же такой вот... Мужчина преклонных лет. Мужчина с седой, с бородой. Так вот и дедушки такие у нас. Я знаю, что за границей дедушка — это грандфазер, да? Это человек, у которого есть внук. Остальное отпадает, ну, в жизни... Никаких ярлыков на этого мужчину никто не вешает. Никаких ярлыков в жизни я не дедушка. Я дедушка в контакте с этим ребенком и как социальный статус мой. То есть маркер того, что у меня есть внук. Но я не дедушка, когда я на работе или в контакте со своими друзьями. Поэтому вот принятие вот этих новых ролей, их смену, конечно, мы переживаем по-разному. И я думаю, что женщинам непросто это переживать, потому что... Ну, сложнее переживать. Меняется внешность. Женщины более требовательны к своей внешности. Понятно, что мужчины тоже переживают свою внешность. Многие мужчины идут в спортзал, начинают следить за собой, ухаживать за собой. Да потому что в 20 лет особо не надо за собой ухаживать. Организм работает на тебя. Организм работает, восстанавливается. И даже бурно проведенная ночь утром как будто незаметно. Но через какое-то время наше здоровье требует поддержки. Наша внешность требует поддержки. Мы как будто хотим или не хотим, но если мы хотим хорошо выглядеть, мы должны ухаживать за собой. А для женщин это особенно важно, потому что когда тебе 40, возле тебя есть девушки, которым 25 и 20. И они моложе. И тебе немножечко обидно. Я тоже когда-то такая была. Мало того, что, Леночка, мало того, что обидно, но с другой стороны, еще же надо выдерживать конкуренцию. Сто процентов. Потому что мужчины, переживая свой кризис среднего возраста, тоже хотят же заскочить в последний вагон. И они думают, а что же это, вот сколько же мне осталось-то жить. Ну-ка, сейчас поменяю свою не очень молодую жену на очень молодую жену. И тогда вот это период, когда часто разрушаются семьи, когда для мужчины внешность партнерши главнее, чем внутреннее содержание. Я часто сталкиваюсь в практике с такими ситуациями разводов, кризисов. И важно, чтобы женщина 30-40 лет уделяла внимание своей внешности и была всегда ухоженной, сексуальной и возбуждающей мужчину. Это очень важно для того, чтобы сохранить эти отношения. Тогда она будет, извините за такое выражение, конкурентно способна. Более того, женщина рядом с мужчиной должна следить не только за внешностью, а и за внутренним содержанием. Важно, чтобы женщина была наполнена энергией, ценностями какими-то, обоюдо важными ценностями. И это тоже такой непростой период. И если мы говорим про особенность переживания женщин, то здесь очень важно говорить про материнскую реализацию, семейную реализацию. Мужчина в 40 лет, одинокий мужчина в 40 лет легче переживает свое одиночество, чем женщина в 40 лет. Некоторые в этом возрасте создают семьи и рады, потому что до 40 он как будто нагулялся, говорят, а после 40 он начинает новую семейную жизнь. Для женщины это же наоборот. Если скажут, что в 40, то все, так поздно. Смотрите, Лена, мне кажется, тут важно говорить, что в этом есть какие-то наши культуральные стереотипы. В Европе женщина 35 лет создает отношения и начинает думать о рождении детей. В нашей культуре 35-летние, 40-летние женщины как будто у них не так много шансов, как у 25-летних создать семью и рожать детей. И я думаю, что важно, чтобы мы тоже про это понимали, что если общество говорит 40 лет и уже твой поезд ушел, то, конечно, женщина будет этот возраст переживать очень непросто. В ее голове будет звучать мысль, что часики-то тикают, надо срочно что-то делать, хватать любого попавшегося, нравится, не нравится, люблю, не люблю. Ну, ведь родители подгоняют, родственники подгоняют, соседи подгоняют. А что это, если тебе 40 лет, а ты одна, с тобой что-то не так, и тогда женщина начинает суетиться и хватать лишь бы кого только для того, чтобы удовлетворить общественное мнение, что со мной все в порядке, со мной все хорошо. И, конечно же, общество тоже может влиять на эти переживания. Геннадий, а если мы представим семью? Обычная нормальная семья, муж-жена и супруга видит, что у мужа семейный кризис на подходе, точнее, кризис средних лет. Что она может сделать для того, чтобы помочь ему адаптироваться в этот период и пережить этот кризис вместе? Существуют ли какие-то способы? Я думаю, Лен, давайте про то, как справляться с кризисом, мы немножко попозже поговорим. Давайте еще немножко все-таки остановимся на женщинах. Давайте. Потому что мне кажется, что женщины, женщинам тоже непросто. Я согласна. В 40 лет, в 40, 50, 30, 40, 50. Есть еще какие-то причины кризиса? Я бы хотел говорить не про причины, а вот про переживание изменений внешности. Это как раз возраст, когда женщины начинают пользоваться услугами пластических хирургов, потому что желание сохранить свою молодость очень велико. И тогда пластические хирурги вступают в работу и поддерживают внешнюю молодость женщины очень, ну, насколько это возможно. Также женщины не просто переживают к 45, к 55 годам, 50 лет, вот этот возраст, переживают менопаузы, когда происходит столкновение, как будто столкновение с реальной старостью. Как будто невозможность уже в дальнейшем иметь детей, заканчиваются менструальные циклы, и женщина переживает свою неспособность продолжать репродуктивную функцию, и тут тоже появляются определенные достаточно сильные переживания. Поэтому очень важно, чтобы и мужчины, и женщины друг друга поддерживали в семье. Я думаю, что вот наш слушатель, который к нам написал вот на Viber, я думаю, что это прекрасная ситуация, когда есть любимая женщина, и неважно, сколько ей лет, потому что она просто любимая женщина. Как здорово, когда мужчина и женщина находятся в гармонии. И если мы говорим про кризис среднего возраста, важно говорить о такой базовой потребности в отношениях, а их три основные – это безопасность, принятие и признание. Так вот, одна из базовых потребностей – это принятие. Мы оба меняемся внешне, мы оба меняемся в своих переживаниях, и очень важно, чтобы мы могли принимать друг друга с новыми статусами, с новой внешностью и так далее. А пока, возвращаясь к нашей предыдущей, к нашей предыдущему разговору, мы назвали причины кризиса среднего возраста у женщин и у мужчин, и сейчас хотелось бы остановиться на способах. Есть ли способы, как преодолеть этот кризис, и как долго он может длиться? Ну, я думаю, что каждый переживает по-своему эти кризисы, и переживания, они тоже разнятся во времени. У каждого свое время, ну, каждый переживает свое какое-то время. Кто-то может недолго, кто-то дольше. Это зависит от многих факторов, ну, насколько человек уверен в том, как он жил. Один из факторов – уверенность в завтрашнем дне, когда есть ценности, когда есть ценность отношений, ценность семьи, ценность профессии. Иногда люди меняют профессию и очень быстро адаптируются к новым реалиям, к новым ситуациям. Это зависит от пластичности наших нейронных связей, от личностных каких-то особенностей. Я предлагаю сейчас принять звонки. У вас есть такая возможность. Мы вас слушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Приемник, тише, иначе разговор не получится. Хорошо, хорошо. Значит, Геннадий Юсифович, я очень уважаю то, что вы на самом деле ведете такую прекрасную передачу. Спасибо. У меня есть вопросы такого плана. Я считаю, что тот вопрос о зрелости, я не считаю, что кризис, а это этап зрелости, понимаете, человека, который с высоты своего возраста, своего жизненного опыта оценивает ту ситуацию, которая находится в жизни. На самом деле происходит переоценка многих моментов ценностных. Прежде всего, основным фактором является утверждение в семейной жизни, утверждение в своих детях, утверждение в своей работе, утверждение своей личности в обществе и гражданская позиция. Также немаловажным фактором является политическая ситуация, в которой находится человек. Мы вас услышали. А есть ли у вас вопрос к Геннадию? Ну, вот эти вот аспекты мне прокомментировать. Спасибо. А вас как зовут? Константин. Да, Константин, я с вами абсолютно согласен. Я бы хотел, чтобы мы с вами, дорогие радиослушатели, не рассматривали кризис как какую-то огромную трагедию. Кризис в моей реальности – это просто переход из одного состояния в другое. И это неплохо, это нехорошо. Во многих ситуациях это даже хорошо. То есть человек развивается. Но вот кризис, если мы возьмем пубертат, да, половое созревание, мне кажется, это очень хороший кризис. Правда, проживается он не всегда просто, но человек приобретает новые качества, новые осознавания и новые желания и потребности. Любить, заниматься сексом, быть взрослым и так далее. И если мы говорим про кризис среднего возраста, то это неплохо. Это просто в своем развитии я становлюсь на ступенечку выше. Я перехожу в новое состояние, в новое качество, с новыми осознаваниями. И я, Константин, с вами абсолютно согласен, что есть базовые ценности, такие как семья, отношения, работа. Если здесь все достаточно комфортно и устойчиво, то кризис этот, переход, назовите его таким словом, как переход из одного состояния в другое, будет достаточно безболезненный и не будет такого количества переживаний. То есть просто я осознаю себя, вот в какой-то момент я начинаю осознавать себя зрелым, достаточно зрелым, взрослым, опытным человеком, у которого есть внуки. И это прекрасно, и мой кризис, можно говорить, прошел мягко. Но в своей практике все-таки психотерапевтической, когда ко мне редко приходят похвастаться, как здорово у них устроена жизнь. Как правило, люди ко мне приходят со своей болью, и приходя с этой болью, они делятся сложностями переживания. Тот, кто безболезненно проходит этот этап, ко мне скорее не придет. Ко мне придут люди, которым непросто, которые могут впадать в депрессию, которым сложно самостоятельно справиться. Вот для них эта ситуация непростая, и тогда они приходят, обращаются за поддержкой. Геннадий, а кто проще, кто сложнее переживает кризис среднего возраста, женщины или мужчины? Возможно ли такая градация, или вообще ее не существует? Я думаю, что градации не существует. Мы все переживаем по-своему. Кто-то... Мне кажется, многое зависит, то, что я уже говорил сегодня. Очень многое зависит, не обязательно это связано с гендером. Женщины по-своему переживают, больше у них акцент на внешности, больше у них страхов, связанных с тем, что они стареют, и могут не выдерживать конкуренцию с молодыми, длинноногими моделями. И тут у них больше напряжения. У мужчин больше напряжения в том, что годы уходят, и надо от жизни взять по максимуму все, и пуститься во все тяжкие, и завести себе несколько фотомоделей, и так далее. Но каждый переживает по-своему. Есть особенности, но во многом зависит от личности. Каждая личность – это уникум, и каждая личность переживает своим способом, справляется со своим способом. А если человек состоятельный, если он успешный, если материальное положение у него достаточно стойкое, такому человеку не свойственен к кризису среднего возраста? Может быть и такое. Ко мне в терапию приходят достаточно обеспеченные люди, и они говорят, вот у меня была цель, я хотел заработать миллион, и я очень много работал, я очень много трудился, я прикладывал очень много усилий, чтобы заработать этот миллион. Я заработал один миллион, я заработал второй миллион, я заработал 10 миллионов, но они не сделали меня счастливым. – Жизнь невкусная, цвет потерялся, все черно-белое, как будто теряются цели. Вот когда у него были цели, у этого человека, бизнесмена, заработать свои миллионы, как будто все было понятно. Как только миллионы заработаны, новые цели не сформировались, старые потеряли интерес, ну как будто, ну да, человеку, у которого там 10 миллионов долларов, у него нет сложностей с приобретением чего-то, он может купить это, 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 это. Все есть, казалось бы, все есть, а счастья нет. И цели могли быть выбраны неправильно. Была идея, что эти миллионы сделают меня счастливым, а иногда они не делают счастливым. Да, они дают огромную кучу возможностей, но они не делают счастливым. И тогда человек может попадать, опять-таки, в свои переживания кризиса. Я напоминаю, студийный номер 044-237-03-53. Пока вы нас набираете, у меня есть следующий вопрос. Возможно ли в период кризиса, когда женщина или мужчина ощущают, что вот этот момент пришел, завести себе животное или найти какое-то хобби и каким-то образом эту пустоту, которая внутри у тебя, или сомнения, которые у тебя поселились, развеять? Если человек одинок, например, то тоже мы знаем много историй и из фильмов, и из классики, когда одинокие женщины заводят кошечек и как будто семейные отношения не сложились, хотя бы заботиться о ком-то кошечках. И это тоже такой способ справляться. Но если мы говорим о людях, которые переживают сложности, связанные с одиночеством, то здесь можно заводить кого-то, находить какие-то клубы по интересам. Вот есть танцы. Я точно видел, как собираются люди достаточно среднего такого возраста на метро театральной. Они танцуют. В гидропарке я видел собираются. Там под гармошки танцуют, знакомятся, общаются. Это тоже такой способ переживать свое. И если не одиночество, то некую пустоту в жизни. Но если мы говорим про хобби, то, конечно, как один из вариантов проживания кризиса, это поиск, может быть, другой работы. И я часто сталкивался с тем, что люди меняли кардинально, или не очень кардинально, но иногда я видел, что кардинально меняли свою жизнь профессиональную и становились очень успешными. Я знаю моих коллег, которые были IT-специалистами, они приходили в терапию, они работали в IT-сфере, приходили в терапию для того, чтобы немножечко наладить жизнь, свою собственную терапию. Не терапия, а психология их начинала увлекать. Они начинали ходить на группы, обучаться психотерапии. И через какое-то время начинали формировать свою частную практику и становились терапевтами. Они заканчивали психологические факультеты и становились довольно классными, высокопрофессиональными специалистами в области психотерапии. Поэтому я думаю, что если у кого-то из вас, дорогие слушатели, нет идеи изменить свою профессию, то хобби может быть прекрасным способом заполнить пустоту, если она вдруг образовалась, и найти новый смысл своей реализации и получать удовольствие от жизни. Как семейная пара может помочь друг другу пережить этот непростой период? Если мы говорим про семью, то опять-таки мы с вами немножко зацепили в вопрос принятия. Вопрос принятия, поиск совместных ценностей, совместных проектов, может быть путешествия, может быть, не знаю, строительство дома, может быть совместный какой-то бизнес. Это вещи, которые, условно говоря, отвлекают от переживаний своего возраста. И здесь важно говорить про сбалансированность жизни, когда появляется гармоничное развитие разных сфер жизни. И отношения, и хобби, и общение с детьми, с друзьями, путешествия и так далее. Но, конечно, сейчас вот фраза про то, что было бы здорово принять свой возраст, она звучит как-то очень легко, но не так просто на самом деле. И тогда, я думаю, психотерапия была бы хорошим, ну такие походы к психологу, к психотерапевту, были бы хорошим способом поддержать себя, проанализировать и принять свою жизнь такой, какая она есть, принять свои изменения, принять свои успехи, победы и ошибки прошлого. И это бы могло сделать нашу жизнь достаточно комфортной. Конечно же, совместная забота о здоровье. Друг друга поддерживаем, вместе ходим в спортзал или в бассейн, делаем пешие прогулки. И это прекрасно. Это очень укрепляет и отношения, и помогает проживать кризис среднего возраста. Очень важно помнить, что я, это не равно моя внешность. Кроме внешности, у нас еще есть внутренний мир, у нас есть душа, и очень важно, чтобы мы не забывали, что это тоже огромнейшая ценность. Внешность меняется, а душа, если она светлая, если в ней есть энергия и ресурс, то, конечно, это будет делать нашу жизнь прекрасной. Мне очень нравится итог. Все, что вы сказали, это хорошая точка в конце нашей программы. Буквально еще 20 секунд. Напоследок, короткое резюме нашего разговора. Кризис среднего возраста. Что вы скажете слушателям? Многие проходят кризис среднего возраста. Вопрос, как его пройти, зависит от вас. Помните, что у человека нет возраста, а есть состояние души. Можно быть старичком и в 20 лет, бурчать и быть недовольным жизни. А можно радоваться и наслаждаться жизнью в любом возрасте. Геннадий Мустафаев, психотерапевт, кандидат психологических наук Елена Чебак. Желаем вам хорошего вечера. Услышимся.